МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости в студии Евгений Нефанов. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прощание с десантниками. Там ничего не предвещало. Вот эта трагедия. Какие выводы сделал командующий? Рынок у забора. Я должна ходить, обуть в первом сентябре. У нас работы нет в деревне, поэтому я стараюсь. Кто остановил несанкционированную торговлю? Дом, где все кувырком. Вот это, посмотрите, наш санузел. Высота почти метр. Мы сюда ходим в 7 этажов. Где грань коммунального беспредела? Проверка для сердца. Накладывают манжетку с аппаратом и пациент уходит на сутки домой. Как получить консультацию бесплатно? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 23 солдата погибли в мирное время. Сегодня в 242-м учебном центре ВДВ простились с десантниками, которых убили обломки, рухнувшие казармы. Травудное мероприятие прошло на плацу. На панихиду пришли родственники, друзья погибших, руководство части. Слова соболезнования родным погибших прилетел, сказать, прервавший отпуск командующий ВДВ Владимир Шаманов. Что творится с близкими? Можно только гадать, общаться с кем-либо, кроме военачальника. Журналистам запретили. Светлана Урванцева и Андрей Кузьмин передают из Светлого. Слова молитвы не могут заглушить слезы родственников. Родители в последний раз видят своих детей. Погибшим парням было по 19-20 лет. Их мамы, папы, братья, сестры и девушки тоже еще очень молодые. Не детское горе приходится пережить сейчас Наталье Балашевой. Она встречалась с Амичом Алексеем Полигенько. На панихиде подходить к ней нельзя. Вчера девушка разговаривала с нами по телефону. Рассказала про их последнюю встречу с Лешей на присяге два дня назад. Собирали встретиться через две недели еще. На плацу, где еще недавно маршировали ребята, теперь гробы 22. Тело одного из солдат родственники мусульмане договорились забрать. Рядом с теми близкими, кто сегодня приехал в центр, дежурят психологи, сотрудники МЧС. Слова соболезнования говорил и Владимир Шаманов. Командующий ВДВ чувствует личную ответственность за то, что произошло, и переживает эту трагедию. Он о прощании тоже взял с собой платок. Словно, командующий за всех отвечает. Это как должностное лицо и как сам родитель. Я абсолютно искренне говорил слова прощения у родителей и родственников погибших солдат. Солдат своих дорог не выбирает. Сегодня я представил сюжет, видеокамера, которая записывала внутри помещения о последних секундах жизни их детей. И там ничего не предвещало вот этой трагедии. Когда в такой ситуации погибли 23 молодых парня, которые буквально сутки назад приняли присягу, конечно, это большая утрата. И ее никак не объяснишь родственникам. Часть небольшая. Разрушенный корпус виден с плацом. Здание огорожено лентой. Сегодня к расследованию на месте приступила комиссия. Но независимо от ее вердикта уже известно, что корпус снесут. На его месте появится мемориал, к которому можно будет возлагать цветы. Сегодня гвоздики и амичи, которые пришли почтить память, кладут на ступеньках у КПП. Тем, кто не относится к военным и не является родственником погибших, попасть на территорию части нельзя. Я никакого отношения не имею, ни к десантникам, никому. Просто дай им дать и все. Печалимся о усопших. Это тоже наше горе, наше личное горе. Они для нас теперь родные. Жалко наших российских ребят. Горе. Всей родителям, всей российской армии и всей России горе. Конечно, для родных это слабое утешение. Но считается, что десантники не умирают, а уходят в небо. Светлана Урванцева, Андрей Кузьмин, Антенна 7. Минобороны открыла горячую линию. Ее номер 926 766. Предполагается, что набрав его, можно узнать все последние сведения о погибших и пострадавших. Однако, как выясняется, получить информацию там не просто даже журналистам. Горячая лень, Министерство обороны. Здравствуйте. Телерадиокомпания, Антенна 7. Каково состояние пострадавших? В омских больницах. Звоните в первую городскую поликлину. Первая городская больница. Состояние более конкретное. А тех ребят, которые в московских госпиталях? Находится в городском главном военном клиническом госпитале имени Бурденко. В общем 499-263-5401. Дозвониться до столичных госпиталей оказалось делом непростым. Там дали общую оценку. Все пострадавшие идут на поправку. А в омской городской больнице номер 1 на состоянии раненых говорить отказались. Не могу. Есть закон об информации. Я не могу давать информацию по телефону о состоянии хоть кого. Тем более этих мальчиков. Нам сказали всех посылать в Миноборону. Вы можете сказать сколько у вас человек? Нет. Я вас очень хорошо понимаю. Мы сами умеем считать и ничего не сходится. Особенно все рядом этот выступил, толстенький такой. Так что извините. В Омской области сегодня траур. По погибшим десантникам учреждения и ведомства приспустили государственные флаги. Власти отменили развлекательные мероприятия. А телерадиокомпании изменили программу передач. Перекрытия казармы учебного центра ВДВ обрушились поздно вечером в воскресенье 12 июля. Под завалами оказались 42 военнослужащих. Из них 23 погибли. 19 оказались в госпиталях. Однако, несмотря на рекомендации и элементарные этические нормы, сегодня проходит спектакль в Академическом театре драмы. В Омске находится на гастролях Норильский заполярный театр драмы. В эти минуты артисты играют спектакль «Ночь перед Рождеством». Это фантазия по одноименной пьесе Николая Гоголя. Вот что сказали за час до начала в кассах. Касса драмтеатра. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а сегодняшний спектакль «Ночь перед Рождеством» состоится? Состоится. То есть, несмотря на траур, ничего не отменяется? Да. Тем временем в Омске задержали начальника 242-го учебного центра ВДВ. Полковника Олега Пономарева уже допросили. Он частично признал свою вину в произошедшей трагедии, сообщается на сайте Следственного комитета России. Я цитирую. «Сообщил следствию, что разрешил заселение военнослужащих в казарму». Конец цитаты. Ранее в этом здании проводили капитальный ремонт. Причиной обрушения казармы считают несущие колонны. Как поясняет заслуженный строитель России, председатель Совета национальной организации проектировщиков Азарий Лапидус, здание казармы каркасно-ригельной системы. В ней все держится за счет колонн. Я цитирую. «За прошедшие годы они ни разу не ремонтировались, и полочка, на которую укладываются ригели, пришла в негодность, истлела или еще что-нибудь. И вот колонна падает вниз, и начинается обрушение. Судя по тому, как произошло обрушение, скорее всего, не выдержали колонны нижнего этажа». Конец цитаты. Из-за угрозы новых обрушений в 2042-м учебном центре накануне провели масштабную эвакуацию колонну военных машин с новобранцами. Накануне вечером наблюдали жители Ленинского округа. Всех курсантов оперативно отправили в полевой лагерь и другие воинские части Омска. Министр обороны Сергей Шойго распорядился проверить состояние всех казарм в военном городке. Сегодня на месте работает специальная комиссия ведомства. Из-за трагедии в Омске депутаты решили ужесточить обязательства строителей. В Госдуме решили, что пересмотреть нужно и персональную ответственность частных проектировщиков. Парламентарии собираются внести новые положения уже этой осенью. Теперь к другим темам. Инфекция в детском центре имени Карбышева все-таки была. Об этом журналистам сегодня подтвердили в Министерстве молодежи, физкультуры и спорта. Впрочем, досрочное закрытие летней смены с этим никак не связано. Дело в том, что в ходе ремонтных работ на территории повредили силовой кабель, насосную станцию остановили, а лагерь лишили холодного и горячего водоснабжения. Невозможно было приготовить пищу для такого количества людей, потому что воды не хватало. По этой ситуации Роспотребнадзор и руководство лагеря приняли решение, которое только руководство лагеря может принять, о том, что детей нужно было закончить оздоровительную кампанию. Поэтому 4 дня дети у нас недораздоровились. В связи с этим мы, как уже было ранее сказано, за каждый день будет выплачена родителям неустойка, то, что дети не отдохнули. Что касается инфекции, то представители Минздрава подтвердили 8 случаев симптомов кишечной инфекции. Все заболевших осмотрели и доставили домой. На сегодняшний день все дети практически здоровы. Особенности норовирусной инфекции в том, что она не имеет, как правило, тяжелого течения. В 70% случаев протекает легко. Единственное, что, конечно, такой контингент, как дети раннего возраста и взрослая часть населения, это люди преклонного возраста, вот они могут болеть тяжело. Угрожающая статистика – смертность от сердечно-сосудистых заболеваний растет, а инфаркты и инсульты сильно помолодели и случаются даже у 20-летних пациентов. Чтобы выявить заболевание и вовремя начать лечение, врачи кардиологического диспансера по субботам начали проводить бесплатные консультации для работающих граждан. Алексею всего 29 лет, а врачи уже хотят оставить его на группе инвалидности. Артериальное давление поднимается до 220 миллиметров ртутного столба. Молодому человеку тяжело работать и даже ходить. Проблемы со здоровьем начались два года назад, на после курса таблеток. Алексей лечение бросил. Не болит и ладно. А недавно прижал атак, что угодил в больницу. Так было бы нормально все. Если бы каждый ходил на прием к врачам, вот зуб же заболел, мы идем сразу. Мы же не мучаемся, ни год не ждем, ни два не ждем. Также надо в отпуск пошел, там не в отпуск, проверить свое здоровье. Проверить свое здоровье могут все желающие. Каждую субботу в кардиодиспансере врачи принимают трудоспособное население. С 8 до 13 часов. Записаться на прием надо заранее по телефонам 30-34-04 и 37-38-26. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, направление от терапевта и результаты анализов, плюрографию, биохимию крови, ЭКГ. Большая часть трудоспособного населения города Омска зачастую не знает о своем заболевании. Они считают себя относительно здоровыми людьми. И если знают, что у них есть заболевания, как правило, не лечатся или не получают лечение. Наша важнейшая задача – вовремя проконсультировать этих пациентов, определиться по диагнозу и в свое время начать лечение. Сердечно-сосудистые заболевания – лидеры среди причин смертности в нашей стране. Стрессы, вредные привычки, ожирение, плохая экология. Инфаркт и инсульт сильно помолодели. Сейчас в группе риска люди от 30 лет. Особенно те, кто страдает повышенным давлением. Зачастую гипертония протекает бессимптомно и приводит к серьезным заболеваниям. В кардиоцентре пациентам назначают суточный мониторинг артериального давления. Накладывают манжеточку с аппаратом и пациент уходит на сутки домой. Измеряется днем каждые 15 минут, ночью каждые полчаса. Все показания здесь вот уходят. Врачи анализируют показатели датчика и подбирают лечение. С помощью этого аппарата можно выявить ишемию. А эхокардиограф позволяет рассмотреть сердце в виртуальном разрезе и обнаружить скрытые патологии. Врачи уверены, правильная диагностика помогает вовремя начать лечение и продлить жизнь пациентам. Денис Унос, Анастасия Скворцова, Андрей Кузьмин, Антена 7. Пятилетка за год, только в обратном порядке, примерно с такой скоростью, приходит в негодность дом в поселке Береговой. О том, как спокойствие жителей ушло в подвал с рухнувшей лестницей, в репортаже Николая Явенко. Лестница, как в песне, без перил, даром, что не золотая. Рухнула в подвал, заставив людей вспоминать школьные занятия физкультурой. Но школа жизни гласит, из дома выйдет самый изворотливый. И если для молодежи пасовать перед трудностями не с руки, то как быть старикам непонятно. Давайте. Нет, 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 я не пройдемте. Нет, она не пройдет, у меня ноги больные. Я не пройду, у меня ноги больные. Кто избавит их от вынужденной изоляции, люди не знают. Такое уже случалось прежде. Подложенный кирпич ступени сдерживал, а тут не сдюжил. Предупреждала, что лестницы уже качаются, что примите меры какие-нибудь. Хорошо, хорошо весь ответ. Вот, пожалуйста. Позавчера результат произошел. Лидия Ивановна живет в доме без малого 26 лет. Упирается все в договор с коммунальной службой. Сказали договора заключать. А договора в данное время только сегодня нам принесли, раскидали их. Никаких договоров не было. А они отвечают, что с мая месяца у вас лежат договора. Какой смысл я должна заключить договор, если я только буду договор заключать на две вещи. Мусор и подвал. Остальное за свой счет. За свой счет, естественно, кто будет делать? Никому ничего не известно. Мы бы хотели просто узнать. Вот этот дом, интересно, не капитанным его построил. Он ничейный получается. Мы не можем найти концов. На него не могут идти ни документов. Нет никакой комиссии, ничего. Нет абсолютно ничего. Нет вообще ничего. Мы не знаем. Вообще мы не знаем, к кому мы относимся. Бывшее общежитие статус многоквартирного жилища приобрело недавно, но только статус. Нутро дома обглотано временем и бездействием. Николай, старожил дома, с ролью экскурсовода справляется отлично. Посмотрите на потолок. Вы посмотрите туда еще, посмотрите, что там творится. Давайте вот будем смотреть. Потолок обшарпан, кран не помнит горячей воды, но главный гвоздь программы забит где-то здесь. Вот это, посмотрите, наш санузел. Высота почти метр. Вот это наш санузел. Мы сюда ходим всем этажом. Нету ни мужского, нету ни женского. Вот сюда ходим все. Очередь здесь стоит. И в такой свинарнике мы живем уже столько лет. Свинарник или хлев – вот только слова жильцов приходится делить на два. Обратившись в управляющую компанию, узнаем. Мы береговое уже не обслуживаем, поэтому это вот не наш дом. Вам нужно обратиться в береговом улице Иртышская, 2. Сказано – сделано. Ну, у нас Косинкова 30, он как бы не заключен договор с этим домом. В данный момент у нас вообще организация новая, и мы только заключаем договора. Соответственно, дом этот обслуживает какая-то другая в данном компании. Либо береговой, либо гранат. Для достоверности звоним в диспетчерскую компании. Гранати правильно, два месяца не выставляли, квитанции не обслуживали, люди не платили, поэтому никто их и не обслуживает. Многие дома еще не выбрали компании. Как компания выбирает на ту компанию, эта компания будет устранять. Вот и выходит, что жалобы одних жильцов натыкаются на бездействие других, а дом рушится. Борьба со стихийными рынками в Омске продолжается без документов, без справок и ветеринарных проверок. В 50 метрах от советского рынка каждый день с 7 утра торгуют молоком, творогом, мясом, лесной ягодой и грибами. Спрос есть, выстраиваются очереди. Но такая торговля незаконна. Денис Ионас и Сергей Гаврилов выяснили, всем ли по душе такой бизнес. Вы знаете, с ваших магазинов долбанных, которые куплены Москвой, Краснодаром, Океей, Петербургом, еще быстрее нас отравят. Быстрее отравят. Вы соберите... Быстрее. Этикетки переписывают каждый день в ваших магазинах. Каждый день. Создайте людям условия. И они будут продавать как положено. Они вот здесь в пыли, в грязи. Условия торговли здесь не самое страшное. Молоко в бутылках стоит на земле под солнцем. Фасованный творог хранится в сумке. Срок годности неизвестен. Откуда товар тоже. Здесь же продают и лесную клубнику. 5 литров 500 рублей. Расхватывают, рассказывает продавец Маша. Женщина из Марьяновского района. День собирает, день продает. Хорошее финансовое подспорье в семье с тремя детьми. Я должна их одеть, обуть в первом сентябрю. Поэтому у меня... У нас работы нет в деревне. Поэтому я стараюсь, чтобы свой труд оборудовать, как-то дети одеть. Это место прозвали торговым путем имени 20-го портсъезда. А местные жители жалуются на грязь после такого торгового нашествия. Наталья работает неподалеку. Я прихожу в 7 утра. Здесь вот в окно туда все коробки, все стулья вот эти сломанные скидывают. Мы уже и утаскивали на мусорку, и бесполезно. Уже туда и на крышу стали все ставить. А вы замечаете, каждый день здесь этот рынок? Каждый день. Они уже с 7 утра тут с сумками, с баулами своими стоят. Что-нибудь сами покупали? Нет. Почему? Ну а что здесь купить-то можно? Молоко продают, вот землянику. Нет, я вот такое нет. Я лучше сама схожу на бюро. Писают, извините, сюда под это самое, какают. Что они тут делают? Место жительства поменяйте на 24. Место жительства. Ничего не делайте. Этот стихийный рынок исчез так же стремительно, как и появился. Буквально за 5 минут, как мы пришли и начали здесь работать, практически никого нет. Остались там и стойки. В основном торгуют одеждой. Штаны по 250 рублей, кофточки по 300. Можно найти и платье самых разных размеров. Не так опасно, как продукты питания. Но и эта торговля незаконна. Представители полиции, администрации округа не вправе применять силу и собирать товар. Фотографируют, выписывают протоколы об административных правонарушениях. Штраф за торговлю без документов 5 тысяч рублей. Торговцам все ни почем. Эта точка уже годами сложилась. Она была ранена 20-го прослезда 10. Сейчас, в связи с тем, что там благоустроили территорию, они переместились сюда. Да, мы ежедневно, можно сказать, в режиме проводим профилактическую беседу. И с администрацией рынка у нас есть договоренность. Они готовы всех разместить. Ну, почему-то вот наши уважаемые пенсионеры не хотят идти на рынок. 8 рублей в день арендная плата за место на советском рынке. Но уличные торговцы продолжают бесплатно занимать свободные участки по всему городу. Денис Уонос, Сергей Гаврилов, Антена 7. Смотрите новости на нашем канале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин